Мир это книга и кто не путешествовал по нему, прочитал в ней только одну страницу, так говорил святой Августин Аврелий. И сегодня у нас в студии человек, который в таком случае прочитал уже много глав, велопутешественник Никита Васильев. Никита, привет. Здравствуйте. Расскажи, пожалуйста, почему тебя называют чувашским путешественником? Откуда это пошло все? Ну, наверное, потому что я представляю свою республику на других землях, путешествую на велосипеде. И как раз совсем недавно я вернулся в своего первого долгого велопутешествия, 14-месячного, это было больше года. Выехал я 9 апреля 2013 года, проехал почти все республики Северного Кавказа и из-за Кавказа. Вот, это начиная с Черного моря до Каспия, это республика Адыгея, Краснодарский край, Ставропольский край, Карачаева, Черкесия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Дагестан. Дальше я по берегу Каспия поехал в Закавказские республики, это Азербайджан, Грузия, Армения, Нагорный Карабах. И доехав до границы с Турцией, я уже повернул назад и сделал большой крюк, и вот сейчас я здесь. Скажи, я правильно понимаю, до Кавказа ты доехал тоже на велосипеде? Да, я ехал исключительно на велосипеде, проехал 12,5 тысяч километров, но это за 14 месяцев это немного, потому что моя главная цель это не километраж, а люди, общение, знакомство. Как идея такая сумасшедшая вообще появилась? Ну, идея такая сама не сумасшедшая, но, наверное, это мое призвание, скорее всего, потому что, чтобы я не начинал, ну, вот вернусь в предысторию немножко вообще, я учился на географа, правда я не закончил, да, ушел, такая большая практика у меня получается была, вот, и все приходит к трассе у меня, я вот, мне тяжело сидеть на месте, я хочу все познавать сам, на своем опыте личном, знакомиться, общаться с людьми, спрашивать, как они живут, не из телевизора все это познавать, а все личным опытом, вот поэтому, наверное, у меня такая тяга к путешествиям. Ну, смотри, люди путешествуют поездами, самолетами, да, на автомобиле, почему велосипед, это такой непростой вид транспорта? Да, непростой вид транспорта и с другой стороны тоже очень простой. Я очень люблю велосипед, я получаю удовольствие от езды на велосипеде, не только на дальние расстояния, но и в городе, вот, я к вам приехал сейчас в студию на велосипеде, потому что для города, тем более, это самый лучший вид транспорта, он очень быстрый, комфортный, это здоровье, скорость и экономишь время, самое главное. Поэтому велосипед, я выбрал велосипед и никаких затрат ни на бензин, поэтому велосипед. Хорошо, перемещаешься ты на велосипеде, да, а где ночуешь, чем питаешься, где душ принимаешь, как вот эти вот бытовые проблемы решаются? Да, ну, с этим у меня проблем нет, я человек такой сам по себе неприхотливый, в плане ночлега у меня полная автономка, то есть это палатка, спальный мешок, коврик, все обычные, простые туристические принадлежности. И то есть все это едет с тобой на велосипеде? Да, все прикрепляется сзади, есть специальные крепления, есть специальные велосумки, ничего там сложного, сверхъестественного нет. Вот, что касается в плане питания, то здесь тоже все просто, котелок, гречка, как самая лучшая вообще еда, я считаю, для дороги, потому что она очень полезная, питательная, быстро варится, никаких хлопот с ней нет. Вот, это такие бытовые вещи. Ну, ничего себе, то есть с велосипедом, с палаткой за плечами, 12 тысяч километров, с собой гречка, родные, как относятся к таким твоим путешествиям? Ну, родные одобряют, они понимают, что, видят, что у меня получается, понимают мой выбор. И все-таки, когда я готовилась к беседе, я в интернете очень много читала про тебя, читала, что твоя девушка, в частности, вот очень переживает. Какие аргументы приводят, чтобы уговорить, что все, я поехал в очередное путешествие? Ну, опять же, все понимают, все мое окружение, они все понимают изначально, мое такое стремление. Ну, хорошо, еще когда мы с тобой беседовали до начала нашей записи, да, ты говорила, что ты едешь не просто как путешественник, ты представляешь нашу республику. Вот это что ты имеешь в виду под этим? Ну, да, каждый человек, который вообще выезжает за пределы республики, он невольно становится представителем республики, если он называет себя Чувашим, представителем Чувашской республики, то он, соответственно, представитель Чувашской республики. Мало вообще где знают про Чувашию, к сожалению, мало кто видел, кто-то где-то слышал, но воочию никто не видел. И ты как первый человек, первый Чуваш, который тебя видит, по тебе будут судить о других людях, представителей твоей нации, о Чуваших в данном случае. Поэтому это очень ответственная должность, непростая, я скажу, потому что нужно отвечать за каждое слово, сказанное тобой в живую или в интернете. Так что вот такая вот нелегкая роль у меня. Если говорить о последнем путешествии, да, на Кавказ, почему Кавказ? Почему этот регион? Ну, Кавказ, Кавказ, ну, потому что, во-первых, туда не нужно виз, это очень радует, и относительно недалеко от нас. Стоит только спуститься вниз по Волге до Астрахани, там уже недалеко Дагестан, то есть Каспийское море. Поэтому это очень близко и очень интересная земля, относительно небольшой кусок земли, в масштабах земли, но очень насыщенный народами, буквально. Небольшие расстояния, там 40-50 километров, даже меньше, уже живет другой совершенно народ с другим языком, они уже друг друга не понимают в плане языка. И очень интересная земля, и мне интересно было туда поехать. И, во-вторых, это развеять миф о Кавказе, который бытует у нас, к сожалению, в средней полосе, о том, что у всех ассоциация Кавказ это... Ну да, неспокойный регион, другой менталитет, более горячий народ. Ну, горячие мы все горячие, тем молодежь, она везде горячая. Люди там очень гостеприимные, очень добрые, доброжелательные, они также уважительно относятся ко всем народам. И вот я посредством своего блога это показывал, я думаю, у меня это очень хорошо получилось. Расскажи, какие самые яркие впечатления, может быть, какие-то случаи интересные произошли за время этого путешествия? Ну, такого я вспомнить не могу, что прям какие-то были там экстремальные негативные случаи, там смешные. Ну, наверное, я очень полюбил за это время людей, очень полюбил людей, которые помогают так бескорыстно, могут позвать тебя, просто остановить тебя на трассе, позвать к себе в гости. И выказывают очень такое доверие к тебе, это очень приятно, когда ты показываешь тебе доверие. Прям говорят, это твой дом, наш дом, это твой дом. Ну, так живи, сколько хочешь, ну, так образно, конечно. Конечно, но это очень приятно на самом деле. Вот это, наверное, у меня много осталось друзей в каждом городе, во многих селах у меня есть друзья, и можно сказать, которые мне стали роднёй, и я стал для кого-то сыном, для кого-то братом. Потому что много времени проводил все в них, бывало по неделе, жил, познавал народы. Потому что, опять я повторюсь, моей задачей был не километраж, не наматывание счётчика, а познать народы, их культуру как можно больше. Я хочу, как я уже повторялся во многих интервью разным радиостанциям, газетам, я хочу проехать все чувашские селения по Волжье за пределами Чуваши, потому что не все знают, что, да, немного даже молодёжь знает, что чуваши живут не только в Чувашии, а вот они разбросаны так по всему по Волжье. Наверное, ещё за пределами по Волжье где-нибудь, да? Да, я бы хотел снять какой-то фильм вот об этом, об этом путешествии. Вот на Кавказе ездил без видеокамеры, у меня даже фотографии низкого качества, к сожалению, потому что я ехал без поддержки. Вот, а сейчас я хочу сделать, создать такой вот проект, снять какой-нибудь такой фильм о путешествии, снять о людях в Чувашских селениях. Мне остается пожелать тебе только удачи, спасибо. И я напоминаю, мы сегодня беседовали с велопутешественником Никитой Васильевым. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова